наступила вторая половина августа я уже знакомила вас с томатами гномами с томатами от российских производителей и не только урожайными сортами но сегодня хочу пригласить вас в теплицу где у меня растут только коллекционные сорта я их приобретала у коллекционеров в интернет-магазинах и хочу с вами поделиться какие в этом сезоне у меня были сорта конечно у меня уже появились и любимчики я их почти уже все проверила на вкус есть такие огромные томаты все расскажу о них а есть вот такие красавцы красотки ну а есть вот такие необычные прямо груздями также вот такие сорта большие причем крупные томаты возревают и на нижних и на верхних кистях посмотрите какая красота есть вот такие необычные есть очень много биколоров и вы знаете мои подписчики уже много лет спрашивают когда вы начнете продавать свои семена и знаете у нас очень долго шла подготовка в течение двух-трех лет я собирала лучшие сорта коллекционные которые мне нравятся готовила семена и мы решились в этом сезоне будем открывать продажу семян семена будут разные и коллекционные и томаты от российских производителей но уже проверенные из моих семян которые я выращиваю много много лет в нашем уральском регионе в пермском крае вот вырастают такие удивительные необычные томаты каждый сезон выращиваю много новинок смотрите какой красивый томат это тюльпан и таких тюльпанов у меня много причем разных ну что ж а времени продажи мы сообщим в наших роликах и скорее всего продажу откроем в конце сентября в начале октября обязательно вам все сообщим ну что ж а теперь буду знакомить какие же в этом году у меня растут сорта конечно в один ролик мне не уместиться поэтому будет сниматься несколько частей и я познакомлю вас со всеми томатами томаты у меня все обработаны были в конце июля от болезней так что томатики пока еще не мыло поэтому они так выглядят ну и хочу начать обзор с очень красивого коллекционного сорта который называется пламя это биколор растение высокорослая индотерминатная у меня правда уже листьев почти не осталось сорт среднеспелый формирует вот такие большие кисти через три листа растение лучше всего формировать в два стебля дает хороший урожай листья обычного типа ну вот такие обычные небольшие стебли довольно тонкие поэтому нужна очень хорошая крепкая подвязка плоды очень крупные желтые вот с такой яркой красной шапочкой и лучами томаты очень сладкие сочные мясистые и есть история у этих томатов это старинный семейный сорт реликвия из западной вирджинии и история начинается с 1880 года представляете какой это старинный сорт ну а теперь покажу как это реликвия которая называется пламя выглядит на разрезе выглядит просто как какая-то картина очень красивый семена находятся в ярко-желтом геле семян среднее количество в середине и по всему томатному плоду расходятся малиновые лучи и в середине малиновая шапочка томат очень мясистый сочный сладкий но вкус у него просто потрясающий таких томатов немного этот томат я уже вырастила из своих семян и посмотрите какое чудо конечно этот сорт нужно обязательно вырастить с ним познакомиться достойнейший сорт вкус у томата очень сладкий практически отсутствует кислинка но это абсолютно не делает его пресным он ароматный в нем какие-то фруктовые нотки очень насыщенная яркая послевкусие кожица тончайшая конечно такие плоды долго не хранятся но если собрать томаты в бланжевой спелости когда они уже набрали свой вес они конечно могут полежать и две-три недели вот томат уже созревший но он плотный отличный томат ну а это томат черный ананас индетерминантное растение в теплице вырастает до метра 80 сорт среднеспелый томат имеет растянутое плодоношение удивительный томат с необычной окраской здесь какие только цвета не присутствуют и желтые оливковый и красный и желтый и зеленый и какие-то полосы причем вот такой цвет не только снаружи плода но и внутри растение высокорослое в теплице вырастает больше метр восьмидесяти я его предпочитаю формировать в два стебля листья обычного типа строение куста довольно слабенькая поэтому конечно требуется хорошая ему опора или подвязка к шпалере кисти формируются через три листа ну что ж а теперь посмотрим как он выглядит на разрезе но разрезе томат просто произведение искусства очень красивый и действительно все цвета которые есть на внешней стороне кожицы очень мясистый сахаристый плотненький семена находятся в зеленом геле их среднее количество а по вкусу томат сладкий с легкой легкой кислинкой и каким-то ярким фруктовым ароматом но я так понимаю что черного ананаса отличный томат который украсит собой любой окород ну а еще поправдует вас своим вкусом заржавевшее сердце эверетта выращиваю второй год томат просто сказка у нас съедается почти одними из самых первых посмотрите какая необычная окраска плоды крупные сердцевидные но вот по окраске как я вам уже сказала они ржаво-бордово-зеленые ну и некоторые томатики бывают весом до 300 граммов не все конечно но сорт очень урожайный завязывает через три листа обычная его формирую в два стебля ну как вы видите стебельки довольно худосочные поэтому требуется хорошая подвязка в теплице вытягивается не больше метр ну где-то 60 куст много места не занимает все листики у него вот такие длинненькие элегантные обычного типа очень изящное растение на одном квадратнометре я думаю можно высадить четыре растения им будет очень комфортно заржавевшее сердце аверетта красивая сердцевидная форма и томат не только красив внешне он еще такой же красивый внутри но по вкусу он сладкий с фруктовыми нотками очень насыщенный вкус так томат выглядит на разрезе я думаю что даже говорить ничего красота она и есть красота вес томатов может быть от 100 и до 300 граммов ну и конечно с этим томатом стоит познакомиться поближе его выращивают во всем мире и я думаю наверное нет людей которым он не нравится отличный сорт с отличной урожайностью и очень вкусными плодами ну а этот томат называется застенчивая невеста очень люблю этот сорт за его урожайность красивый бикалор и отличный вкус это индетерминантное растение в теплице вытягивается больше двух метров это среднеспелый сорт обычно томатики начинают созревать где-то на сто пятнадцатый день конечно этот сорт для теплиц лучше всего формировать в два стебля стебли очень тоненькие ну и посмотрите какие они держат мощные кисти поэтому конечно очень должна быть хорошая подвязка кисти не заламываются они прекрасно держат свои плоды листья обычного типа маленькие много места растения не занимает и на одном квадратном метре при формировке в два стебля можно высадить четыре растения плоды желто-оранжевые с ярко малиновой шапочкой на вершинке плода и вот с такими лучами идущими от вершины все плоды очень крупные от 300 и до 500 граммов томат застенчивая невеста вот такой невесты румянец малиновый вкусный сладкий очень урожайный бекалор томат застенчивая невеста очень сочный мясистый вкус потрясающе вкусный очень сладкий с фруктовыми нотками кожица тонкая но эластичная томаты не трещат и в салатах кожица не ощущается но вот так выглядит томат который называется минусинский гигант 2026 граммов это был рекорд города минусинска когда томат гигант весил два килограмма 26 граммов и у коллекционеров было заявлено что именно от этого большого томата взяты семена не знаю правда или нет но томаты действительно крупные созревают они очень интересно пятнами желто-зеленые плечи но потом постепенно все полностью проходит листья довольно большие растение лучше всего формировать в один стебель стебель очень толстый куст индотерминатный в теплице вырастает больше двух метров листвы не очень много к середине августа вот начали созревать пока только две нижние кисти и в каждой кисти завязалась по три плода кисти завязываются через три листа но вот так минусинский гигант 2026 граммов выглядит на разрезе очень мясистый сочный но сока в нем очень мало мякоть нежнейшие семенные камеры маленькие семян тоже немного шкурка очень тонкая томат салатного назначения такие конечно плоды долго не хранятся ну а вкус классный деликатесный насыщенно сладкий с таким арбузным привкусом томат сахаристый на изломе и у него легкая легкая кислинка классический аромат и хорошие послевкусие томат действительно вкусный вес плодов может быть от 300 до 600 граммов ну и некоторые плоды вырастают гораздо тяжелее ну а вообще если формировать кисть оставлять один-два плода можно вырастить такие томаты до полутора килограммов сорт заилийский алатау вот такие интересные плоды сердцевидные должны быть с остреньким носиком в начале сезона было очень холодно и первые плоды не получили той формы которая должна быть ну а сейчас в августе плоды уже правильной абсолютно формы растение высокорослая давно уперлась в потолок теплицы листья обычные занимает среднее количество места лучше всего формировать в два стебля сорт среднеспелый с очень длительным плодоношением конечно если вы проживаете в регионе с прохладным климатом такой сорт нужно выращивать в теплице кисти могут быть простые и сложные в кисти от трех и может быть до восьми плодов кисти не заламываются вес заилийского алатау может быть от 150 и до 300 граммов томаты очень красивой сердцевидной формы вот с таким интересным носиком все гладкие плотные кожица блестящие и ни один томат не растрескивается это говорит о плотности и эластичности кожи на разрезе томаты мясистые мякоть плотная семенные камеры заполнены желтым гелем среднее количество семян по вкусу очень очень сладкие и с нежнейшей кислинкой вкусный салатный сорт ну и конечно он годится для переработки сорт козула 224 козу и бывает очень много и они все идут под номерами это польская селекция среднеспелый сорт индотерминатный в теплице вырастал у меня примерно метр шестьдесят стебли очень очень тонкие листья обычные нет длинные и чуть полуопущены вниз куз занимает очень мало места я его формировала в один стебель но считаю что можно формировать и в два и урожайность тогда будет намного выше томаты три колоры с желтыми зелеными и розовыми полосами и не менее красив томат на разрезе мясистый сочный семена находятся в ярко-зеленом геле кожица тонкая но плотная томаты не растрескиваются и по консистенции они довольно плотные и этот томат не только красив но он очень вкусен сладкий с легкой легкой кислинкой и фруктовым ароматом на этом я хочу закончить первую часть обзора коллекционных томатов но и в ближайшее время мы с вами встретимся и я буду рассказывать об остальных сортах которые растут у меня в этой теплице если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал пока пока